Вот часто смотришь на характеристики ноутбука и десктопного компа и впадаешь в ступор Вроде характеристики процессора очень похожи, иногда даже называются одинаково Одинаковое количество ядер, почти одинаковые частоты и вроде бы похожая производительность Но тем не менее, даже если названия процессоров в ноутбуках и десктопных компах очень похожи Внутри они совершенно разные Поэтому сегодня постараемся разобраться в путнице и наконец ответим на самый главный вопрос Чем же отличаются процессоры для ноутбуков и для ПК? Это Droider, с вами Барис Денский, будет интересно, погнали! Вообще, из чего состоит центральный процессор? Это сложное устройство, в нем много компонентов, каждый из которых отвечает за свой круг задач Ядра, кэш, память, блоки ввода-вывода информации, дополнительные сопроцессоры типа нейронного или сигнального Блок кодирования, декодирования разных кодеков и так далее В общем, компонентов очень много и все они должны идеально взаимодействовать друг с другом Поэтому каждый производитель в поисках идеала с каждым новым поколением меняет характеристики компонентов, их компоновку и так далее Совершенствуя формулу взаимодействия внутренних частей И называется это все архитектурой Например, архитектура Zen, которая используется в процессорах AMD Ryzen Небольшая ремарка, еще существует понятие микроархитектура В чем разница? Если просто архитектура это свод правил, то микроархитектура это ее физическое воплощение на кристалле То есть все процессоры Ryzen работают на одной архитектуре Zen Но при этом каждое новое поколение работает на новой микроархитектуре Zen 1, Zen 2, Zen 3 Но чтобы не усложнять, в этом ролике все будем называть архитектурой Окей, с одной стороны архитектура это подробный и очень строгий свод правил, который объясняет, как должен работать процессор Но с другой стороны, одно из важнейших требований к современным архитектурам это способность масштабироваться Хорошая архитектура позволяет работать с процессором как с конструктором, где можно добавлять и убирать разные элементы В зависимости от требований конкретной пекарни или лэптопа Что же это за требования? Ну, для десктопов это, прежде всего, высокая производительность, поддержка большого количества ядер, высокая частота, возможность оверклокинга и прочие радости пока бояр Например, десктопные Ryzen могут масштабироваться до невероятных 64 ядер Но понятно, что такие процессоры занимают много места, много жрут энергии и сильно греются Соответственно, для ноутбучных процессоров требования совершенно другие И какие же они? И тут становится интересно В процессорах для ноутбуков все упирается в ряд ограничений Потому что здесь есть ключевое понятие бюджет Правда, речь не про деньги, хотя и про них тот же Но на самом деле речь идет про немного другие ресурсы и другие бюджеты И ключевых из них два Давайте посмотрим И, во-первых, нас интересует кремниевый бюджет Процессоры в ноутбуках должны быть компактными Потому что в ноутбуках тупо мало места Поэтому в мобильных процессорах нужно как-то умудриться разместить все необходимые компоненты на меньшем по площади куске кремния Кстати, именно из-за экономии места ноутбучные процессоры распаиваются прямо на материнской плате И их нельзя заменить В отличие от десктопных процессоров, которые спокойно вставляются в специальный сокет Такой тип установки называется BGA Это расшифровывается как Ball Grid Array или массив шариков А все потому что BGA вывод на материнской плате выглядит как массив шариков из припоя Также для ноутбуков и особенно для ультрабуков важно наличие графики на одном кристалле с центральным процессором Поэтому чаще всего мобильные процессоры являются гибридными То есть содержат в себе и графический, и центральный процессор AMD такие процессоры называют APU Accelerated Processor Unit В десктопах APU встречаются гораздо реже, но все равно иногда выпускаются небольшими партиями для компактных сборок Например, у AMD есть процессоры серии G И, конечно же, последний Xbox и PlayStation тоже работают на APU А десктопные процессоры, наоборот, могут сразу располагаться на нескольких кусках кремния Скажем, классическая компоновка для процессоров Ryzen Это один большой чип с блоками ввода-вывода и один или два так называемых чиплета На каждом из которых расположено по 8 ядер Кстати, про чиплеты у нас был отдельный ролик, посмотрите И это мы пока говорим про кремниевый бюджет Но, естественно, это не основное ограничение для ноутбуков Здесь ключевой момент в доступных термальном и электрическом бюджетах То есть в нагреве и в потребляемой энергии И это и есть второй тип бюджета Чаще всего оба эти требования выражаются одной аббревиатурой TDP или Thermal Design Power Это переводится как конструктивные требования по теплоотводу Этот параметр измеряется в ваттах тепла И указывает на отвод какой для тепловой мощности Должна быть рассчитана система охлаждения ноутбука или ПК Чтобы проц мог нормально работать То есть если в характеристиках сказано TDP 50 ватт Значит компьютер говорит, будь добр, охлади меня на 50 ватт Естественно, в ноутбук нельзя поставить такую мощную систему охлаждения Как полноценную рабочую станцию Например, 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X Рассчитан на отвод 280 ватт тепла А восьмиядерный процессор Ryzen 7 4700U Для тонких профессиональных ноутбуков Готов довольствоваться теплоотводом 10-25 ватт Как видите, разница больше чем в 10 раз Также в ноутбуках есть еще ограничения на общее энергопотребление Например, мощная видеокарта в ноутбуке Будет потреблять больше энергии, чем может выдавать встроенный аккумулятор И поэтому она будет работать на всю мощь Только если ее подключить к электросети В итоге, несмотря на то, что на бумаге Многие ноутбучные процессоры могут выглядеть Очень похожими на десктопными Они могут иметь такое количество ядер Быть построены на той же архитектуре И даже работать примерно на той же тактовой частоте Все равно процессоры для ноутбуков и ПК сильно отличаются В силу того, что они сконфигурированы под работу в совершенно разных условиях Думаю, мысль понятная, но на практике все куда сложнее, чем в теории Поэтому давайте попробуем сравнить два максимально похожих процессора Для ноутбука и для ПК И посмотрим конкретно, в чем разница Итак, наши кандидаты для сравнения В качестве ноутбучного представителя у нас есть Asus VivoBook S15 с процессором AMD Ryzen 7 4700U Сравнивать его будем с AMD Ryzen 7 Pro 3700 И сразу видим некоторые сложности с наименованием Почему мы сравним 4000 серию мобильного процессора с 3000 десктопной? Дело в календаре анонса В последние годы AMD при переходе на новую архитектуру Первым делом выпускает десктопный процессор А потом на следующий год мобильный К примеру, десктопный чип Ryzen 3000 серии на архитектуре Zen 2 Вышел летом, осенью 2019 А мобильные процессоры на той же архитектуре Zen 2 Вышли позже, зимой 2020 И уже были 4000 серии Хотя, по сути, десктопные 3000-ники и мобильные 4000-ники Это одно поколение Такая же логика справедлива и для следующего поколения архитектура Zen 3 Более того, мобильные десктопные процессоры отличаются сериями Например, у мобильных есть серия U Она предназначена для компактных ультрабуков в районе 15 Вт А есть серия H для устройств помощнее Ну окей, разобрались Давайте смотреть, чем отличаются наши процессоры По сути, кроме архитектуры Zen 2, всем У мобильного процессора TDP 15 Вт У десктопного 65 Вт У мобильного 8 МБ кэш-памяти У десктопа 32 МБ У мобильного процессора есть встроенная графика У десктопа нет И так далее У десктопа в 4 раза больше транзисторов, наконец! Но, интересно, как все это отражается на практике Смотрите, тут любопытно Во-первых, у обоих процессоров по тестам одинаковая одноядерная производительность А многопоточную же отличается вдвое Что крайне важно для профессиональных ресурсоемких задач Например, рендеринга 3D-видео, серьезной светокоррекции, различных математических симуляций Ну и в играх, конечно, это повлияет, но не сильно Но ключевой здесь, конечно, не сколько попугаев убивает процессор А как долго он сможет держать максимальную производительность И в этом плане десктопы с серьезной системой охлаждения вне конкуренции Но все же важно, что каждый из этих процессоров хорошо справляется со своей задачей А мобильные чипы за последние годы очень сильно подросли И, имея ноутбук практически с любым приличным процессором, можно не волноваться за работу в Adobe Premiere, запуск игр и многие другие задачи Короче, надеюсь, вам было интересно вместе с нами совершить это очередное погружение в мир и нюансы процессоров Если понравилось, то не забудьте нажать лайк и подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы новые видосы тоже не пропустить Ну а с вами был Борис Веденский, это Droider, до встречи в будущем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому